Доброе утро! Говорим всем тем, кто только что включил свои телевизоры. Программа «Наше утро». Мы с Екатериной Назаровой продолжаем знакомиться с воспитанными людьми, говорить о воспитании, хорошем тоне, но и не только. Да, недавно в столице России прошел фестиваль циркового искусства. В нем приняла участие наша землячка Марина Кигелева, которую все еще знают по ее второму прозвищу «Броня». Самая сильная женщина России. Так чем же она покорила сердца зрителей и какой рекорд поставила, давайте прямо сейчас у нее и узнаем. У нас в студии Марина Кигелева, самая сильная женщина России, с большим удовольствием. Марина, говорю тебе доброе утро. Доброе-доброе утро всем, всей стране и всей России. Так ласково и спокойно, говорит Марина, которая согнула несколько сковородок. Не то чтобы несколько, ты сразу скажи сколько. Сколько сковородок, что это за такое шоу было? А вы знаете, произошел звонок и говорит, вот будет сто лет цирку, мы хотим вас видеть. Я говорю, ну я же не занималась никогда в цирке, и в цирке-то один раз все уже была в своей жизни. Думаю, ну как бы, неважно, мы хотим вас. Вот мы знаем, что вы самая сильная женщина России. Я говорю, ну да, есть такое. Вот. И они у меня спросили, что вы можете сделать? Я говорю, вы знаете, я вот думала уже почти на протяжении года, я хочу поставить рекорд России по сковородкам. Они говорят, о, круто, круто, давайте. Они говорят, наверное, яичницу будет ежать. Нет. И они говорят, сколько вы хотите заявить? И я просто наобум сказала, давайте 30. А по времени я говорю, ну давайте 5 минут. Я даже не посчитала. И не тренировала? Ну как бы нет, нет. Просто наобум сказала о том, что хочу завернуть 30 сковородок. А сама переживала, думаю, смогу, не смогу. Ну, бог все-таки милостен и помог мне в этой трудности. И вот завернула. Я даже 30 одну завернула. То есть даже больше, чем заявлено. А у тебя они как-то были с собой, все эти сковородки, ты специально привозила? Ну, из Челябинска, конечно. Отдельный чемодан со сковородками из Челябинска. Да, 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 везла. В аэропорту, конечно, смеялись. Куда столько сковородок? Ну, вопрос был, конечно. А муж у меня вот возвращается поздно. Я одну сломаю, вторую согну, да. И я говорю, артисты, они говорят, ну ладно. Марин, ну вот такая богатырская сила не иначе. Вопрос, который, возможно, уже задавали, но все-таки. Это с детства или это все-таки развивается долгими упорными ночами по сгибу сковородок? Вы знаете, здесь, наверное, все вместе. А самое такое, что откуда моя сила? Да, многие спрашивают об этом. Я с детства такая. Я родилась 6 килограмм богатырем. И в детстве я всегда была сильной девочкой. И всех была крупнее. И я как-то ее развивала. Ну, не знаю, во дворе, в школе бегала, прыгала. То есть я там в кукле. Да, работала, когда уже в 12 лет. И мне было не дать, что мне 12 лет, да. А мне все 18 давали. И я была таким большим богатырем. А может быть, уже ближе к старости я уже как бы молодею, что моложе выглядеть стала. Ну, наверное, Бог дал вот такую силу, чтобы я была богатырем. Мы просто к чему? Мы как-то сегодня празднуют День воспитателя. Вот как в себе воспитать вот этот вот здоровый дух, там, богатырскую силу, может быть, стремление к чему-то новому? Вы знаете, наверное, хочу пожелать... Нет, вы же и у меня как спросили о том, что... Как воспитать спортивный дух, да. Вы знаете, ну, это все зависит как бы от человека и от самих родителей. Меня как бы что... Воспитала улица. Я была пацанкой в детстве. Не знаю, как другие, у нас же очень много, я вижу, мамочек, прям ротик вытирают, там, это вытирают, ты что там, зараза, там. Наоборот, пускай. Я вот все хватала, мы ели в детстве, камни, пуговки, да. Ну, наш иммунитет, ну, как бы, что вырабатывался. А сейчас, как, ну, насколько я знаю, что мамы очень боятся детей, чтобы они там чем-то либо заразили. Ну, там нужно более, более свободы. Конечно, конечно. Ну, вот, вот, доказательство того, что, я, кстати, поддерживаю этот момент, потому что я тоже ел пуговки, листики и так далее, давайте докажем, что вот можно воспитать себе здоровый дух. Можно в очередной раз, возможно, но попросить, доказать, что самая сильная женщина России прямо перед нами, согнуть эту сковородку. Ой, да, с удовольствием, ребят. Под наши аплодисменты. А можно сначала дать Данилу, он попробует это сделать сам? Я уже проверял, все уже, а я даже не рисковать не буду, пожалуйста. А я бы еще хотела бы, как мои друзья говорят, татары, айдагас. Айдагас, айдагас. И смотри, вот, очень легко, я уже просто наблюдал, это вот, как ролл просто свернуть для суши. Раз, ну, я бы не сказала, что прям как ролл, это очень сложно, это очень тяжело, но у нас получилось. Можно я попробую разогнуть, ну, просто подержать. Это бесполезно, я уже так знаю, Марин, спасибо большое, что снова у нас в гостях, что снова удивляешь, в первую очередь, и всех окружающих, и себя, это же постоянно очень здорово, когда стремишься к чему-то, мы всегда рады, когда ты у нас в гостях. Новых рекордов, новых побед, у нас в гостях была Марина Кигелева, самая сильная женщина России, и не менее прекрасная. Ну, вот, такой сковородкой, конечно, не сделаешь никакие рецепты, вот, уже на ушел в утех. В общем, это тоже может быть хозяйке на заметку, как удивить своего мужа, например, ну, или, например, блюдами из нашей рубрики. Просто посмотрите нашу рубрику.